Привет бойцы Мехарены, с вами как всегда я, Пуля. Сегодня у меня будет обзор нового робота Гейткрэшер, или в переводе на русский, незваный гость. Но перед началом, поставь лайк, подпишись, это очень важно для развития канала. Впереди тебя ждет еще много разных обзоров. Итак, полетели. Не секрет, что все люди любят сюрпризы, тем более мы, игроки Мехарены. И всегда ждем что-нибудь новое. Я хочу вам представить легендарного меха, который на фулл прокачке имеет 32 энергии. Это как по мне очень крутой плюс. Так как с этим роботом, ваш ангар станет мощнее. Давай посмотрим его характеристики. Итак, данный робот уже прокачан на максимум. И что мы имеем? 32 энергии, это круто, ветер-синал 16-х пушек немаленький. Здоровье 111 тысяч, это без пилота, с пилотами я покажу позже. Скорость, 21 км в час. А вот этот показатель очень важен для выживания и победы, это также относим к жирному плюсу. Теперь посмотрим навык. Его название, ионный модуль. Что это такое? При нажатии на способность, робот выпускает спецмодуль, или ионный модуль. Который имеет два действия, а именно. Если вы попали этим модулем в робота, то через несколько секунд происходит взрыв, этот взрыв имеет свой радиус. Именно этот взрыв наносит неплохой урон. Ионный модуль вы можете выстрелить сразу у врага, и через несколько секунд он получит урон. Или вы стреляете в своего союзника, модуль цепляется на нем, и тоже через несколько секунд происходит взрыв, радиус которого наносит урон. Это первый момент или вариант. Второй момент, это когда модуль, вы крепите в стене или другому объекту. Через пару секунд выпускается ионный луч, который пробивает любое препятствие на 16 метров. Если в область этого луча попадет враг, он естественно получает урон. Данный модуль может пролететь 300 метров. Но скорость выстрела и полета маловато. Луч модуля не является барьером, и его можно проходить, но с получением урона. Пули врага спокойно и летят через этот луч. И да, забыл добавить, что урон от взрыва и луча, 40 тысяч, на фулке. Вот таблица прокачки, кому интересно нажмите на паузу для изучения. Теперь давайте я покажу вам ионный луч на деле, какой он из себя, как это действует. Вот этот самый модуль. Графика конечно красивая, будем надеяться, что и урон будет красивый. В принципе, это и все. Так оно интересно выглядит, но как любят говорить люди, интересно, но ничего не понятно на первый взгляд. Я скажу забегая наперед, что перед обзором этого робота, я конечно поиграл им, чтоб понять его механику и механизм способности. И хочу сказать, что взрыв при попадании, намного эффективнее, чем луч. Сам модуль ты запускаешь наподобие, как орион пускает свою метку. Только при попадании, через несколько секунд, противник получает 30 тысяч урона. А сами боты луч обходят, и это редко, чтобы они в него зашли. Поэтому, играя, нужно стараться так пустить луч, чтоб враг в него попал. А для этого нужна естественная практика. А это таблица здоровья уже с пилотами по их классу, нажмите на паузу и посмотрите разницу. Теперь, я сниму оружие, и для частоты теста, попробую играть только одним навыком, да и вам будет хорошо видно, какой урон будет он наносить. А сейчас хорошо видно урон от взрыва. И постепенный урон от луча, это как оно действует. Один, конечно, минус, что по быстрым целям бывает сложно попасть. А это момент прилипания модуля. Вначале происходит взрыв, а уже потом выпускается и он и луч, который также наносит урон. Как видите волна взрыва зацепила бота, и он получил небольшой урон. А если бы оно закрепилось на нем, то получил бы урон в 30 тысяч единиц. Субтитры сделал DimaTorzok А здесь вообще заснят идеальный момент, урона от взрыва, при прилипании модуля, а потом добивание лучом. Я думаю это не последний ролик с этим новичком. Поэтому следите за каналом. Я напоминаю, обязательно оцени видео лайком, подпишись, поддержи мой канал, жмякни колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Жду ваших комментариев от увиденного, как он вам на первый взгляд. Итак, всем пока, до новых встреч. С вами был как всегда я, Уля. Продолжение следует...